Слухи о появлении у белорусского президента третьего ребёнка пошли осенью 2004 года. Малыш, говорили, рождён не от жены Лукашенко, с которой тот уже давно и не живёт, а от любовницы. Все статьи на эту пикантную тему в интернете нещадно блокировались. Пресс-служба безмолвствовала. Лишь через 4 года выяснилось. Эти слухи на 100% правда. Впервые Коля Лукашенко появился на публике 19 апреля 2008 года. Тогда мальчик, которому едва исполнилось 3 года и 7 месяцев, вместе с главой Республики Беларусь посетил субботник на стройплощадке Минск-Арены. Под руководством отца малыш ровнял бетонные плиты и держался весьма уверенно. Кто этот ребёнок? Тут же всколыхнулась общественность. Присутствие мальчика рядом с отцом в разные моменты жизни Лукашенко объяснял по-разному. В частности, отмечалось, что Коля не ест и не спит без отца. И единственный способ не лишать ребёнка еды и сна, не разлучать с любимым родителем. Неоднократно Лукашенко говорил о Коле как о чудо-ребёнке, который превосходит полму старших и давно уже взрослых братьев Виктора и Дмитрия. Для белорусских телезрителей, регулярно видящих Николая в выпусках новостей, было понятно, что отец знакомит любимого отпрыска с президентскими обязанностями и видит в нем наследника, кто является матерью Коли, вопрос которой раньше Лукашенко обходил стороной. А сейчас никто уже и не решается задавать ему напрямую. Александр состоит в законном браке с Галиной Лукашенко, матерью его старших сыновей, но она к Коле отношения не имеет. По слухам, которые никто не опровергал, но и не подтверждал, родная мать Коли Ирина Обельская, бывший личный врач Лукашенко. Ирину можно назвать представительницей династии врачей. Её бабушка работала фельдшером, а мать Ирины и её тётя стали врачами. Обельскую часто видели рядом с главой государства, в том числе во время международных визитов. Её начальник, глава управления делами президента Иван Титенков, вспоминал, что передавал через Ирину Степановну просьбы президенту. Об этом написал в своей книге белорусский журналист Павел Шеремет. С 1994 года Ирина Обельская стала работать с Александром Лукашенко, став его личным врачом. Их отношения, как уверены многие, были не только профессиональными. В 2004 году Ирина родила сына Николая, который получил фамилию Лукашенко. О том, что она увела Александра Лукашенко, из семьи не было и речи. Его супруга уже давно жила отдельно и не претендовала на статус первой леди. О своих детях Ирина предпочитает молчать. Её старший сын Дмитрий – офтальмолог. А вот о втором наследнике главврач практически ничего не сообщает, не называет даже имени. Какую профессию выберет мой младший сын? Я бы просто хотела, чтобы он получил хорошее образование, выбрал интересную профессию, любил свою работу, получал от неё удовольствия и приносил пользу и радость другим, призналась как-то Обельская. Несмотря на обилие заграничных поездок и плотный рабочий график, в остальном Коля Лукашенко мало отличается от обычных белорусских ребят. Он ходил в среднюю Астрашицко-городокскую школу, играл в хоккей, участвовал в театральных постановках, а также брал уроки фортепиано. О сложном характере белорусского принца ходили легенды. Однажды он прокусил руку стюардессе за то, что она не разрешила ему закрыть дверь в самолёт. «Разозлившись, мальчик угрожал, когда я стану министром, то тебя расстреляю». Когда Николай Лукашенко из маленького мальчика превратился в стильного молодого человека, он обрёл бешеную популярность среди девушек. Оно и понятно. Сегодня Николай – образец сдержанности и изысканных манер. Он ростом под два метра, имеет атлетическое телосложение и утончённые, не в папу, черты лица. Николай Лукашенко знает несколько иностранных языков. Говорит на английском, изучает испанский и китайский. Поклонник джаза и классической музыки. На фортепиано легко исполняет Бетховена и Рахманинова. Помимо музыки Николай занимается спортом. На соревнованиях по биатлону он завоевал серебро в смешанной эстафете. На хоккейном турнире «Золотая шайба» получил звание лучшего бомбардира. Став чуть старше, Николай попал в списки самых ярких женихов мира среди политической элиты. Природа наградила юношу хорошими внешними данными и ростом 190 сантиметров. Лукашенко-младший ведёт страницы в социальных сетях, но выкладывает лишь фото спортивных наград и снимки с официальных мероприятий. Всё чаще и громче звучит мнение, что любящий папа-президент искалечил психику ребёнка. Мальчик должен был развлекаться со своими сверстниками, а не играть перед телекамерами в игру под названием «Большая политика». Сейчас судьба этого парня является тайной за семью печатями. Интересные факты. Двое из семерых племянников младшего сына Лукашенко старше дяди Коли. Это Виктория, родившаяся в 1998 году, и Анастасия, появившаяся на свет в 2003. Ещё двое племянников Николая – одногодки юноши. Младший сын президента – самый высокий в семье. Его рост составляет 192 сантиметра. Коля Лукашенко любит кошек. У Николая Лукашенко развито сильное чувство ревности к отцу по отношению к своим старшим братьям. Николай Лукашенко, как и отец, увлекается хоккеем. А ещё практикует навыки в горных лыжах и биатлоне. К здоровому образу жизни Александр Лукашенко приучает младшего сына с ранних лет. Коле был всего год, когда он впервые попал с отцом в парилку. Как утверждают СМИ, в тот момент сын политика расплакался. Зато теперь выдерживает температуру в 100 градусов. Больше всего поклонниц Николая Лукашенко интересует вопрос, свободно ли его сердце. Точного ответа младший сын главы Беларуси на него не даёт. Лишь отмечает, что готов покорить возлюбленную игрой на фортепиано. Кстати, среди любимых композиторов – Коле Лукашенко Сергей Рахманинов. Сын президента Беларуси уже много лет фигурирует в мемах и шутках. Чаще всего эксплуатируется факт очевидной подготовки так называемого престолонаследия от отца к сыну. Фантазия пользователей интернета безгранична, и Коле всегда серьёзно доставалась. Коля Лукашенко, наверное, самый молодой слушатель сессии Ген-Ассамблеи ООН. Вместе с министром иностранных дел Владимиром Макеем он слушал выступление своего отца 28 сентября 2015 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко с сыном приняли участие в приёме от имени президента США Барака Обамы в честь глав делегаций на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 года. Во время следующего визита в Ватикан в 2016 Николай подарил папе римскому Франциску копию креста и фросинии Полоцкой, модель кареты и голографическую икону. Гостью из Голливуда Стивену Сигалу Александр Лукашенко показал свои угодья и дал оценить овощи с грядок. На фото Коля держит арбуз, выращенный в дроздах. Президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Николай сфотографировались в Таджикистане с главой страны Эмамали Рахмоном в таджикских традиционных мужских нарядах-чапанах. Николай много лет выходит на лёд в качестве хоккеиста команды Грифоны. На фото он получает из рук отца награду во время рождественского турнира 2019 года лучший бомбардир соревнований «Золотая шайба». Сын президента неоднократно принимал участие в спортивном празднике «Минская лыжня». В 2019 году бежал в команде вместе с четырехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачёвой и передал эстафету отцу.